всем привет скажи привет и мама сегодня мне настроение да и я целый день сплю сплю всем привет ребят погода сегодня нас ужасно у нас такой ветрище у нас ветер у нас солнышко почти спрятано и такими набегами так выходит потом опять пасмурно говорили что будет дождь сегодня я закрыла гриль видите был этот гриль открыт и вот этот гриль открыт а я его закрыла там и у нас видите ветер 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 сегодня ужасно а столько планов было столько планов было столько всего хотелось сделать но прям вот никак не могу не как чуть себя не могу себя заставить Не хочу ничего делать. Кстати, мне вчера Виталик Аленин подарил цветочки. Смотрите, на 8 марта не смог подарить, а вот вчера приезли цветы. И у меня весь дом в цветах. Вот так болит голова. Это может давление падать, я не знаю. Мне аж прям это... Все прям... О! Сворачивает трубочку. Так что вот такие вот дела. Кстати, помните, я говорила, что у меня Ален... Ой, Ален, говорю. Виса лапки сосет. И я ей заказала носочки. Такие... Вот. Сейчас вам покажу. Вот такие маленькие носочки. И как только она начинает сосать лапки, я их ей одеваю. Вот видите? Вот такие 4 носочка. Они с одной стороны здесь силикон, чтобы она не скользила. Но я одеваю на передние лапки ей две носочки, как только начинает она сосать. Потому что она рассасывает так, что у нее аж розовое все. Прям вот между лапок она сосет. Говорят, что это аллергия. Но вроде все исключили. Все, что можно и нельзя. Да, Виса? Виски? Да? Все исключили. У нас на курицу аллергия. Мы исключили курицу. Ну, сладкая она вроде больше не ворует у нас. Да? Ну, сладкая любит ужасно. Да, Виса? Вот так вот. Вот такие вот дела. Еще я заказала для тортов такие мешочки, чтобы делать эти украшения разные. Вот тоже пришли вот такие вот у меня насадочки. Правда, надо еще и насадки заказать. Я думала, у меня разные. Это с насадками придет. Ну, пришло без насадки, то мы еще. Надо купить насадки, чтобы делать разные розочки. Хочу все корзиночки сделать, но чтобы сделать наверху розочки, надо насадка для вот этих мешочков. И надо их заказать. Ну, сегодня хотела я испечь макароны. Все-таки попробовать, но нету сил. Просто нету сил, нет желания, нету вообще, вообще, вообще ничего нет. Не хочу. Ух, ребят, сегодня у меня просто какой-то день плюшевый. Я вот до сих пор хожу в домашней одежке, даже не переодевалась, помылась, одела домашнюю теплую одежку. Голова как шумит, и меня хватило сегодня только на стирку. Солнышко то выходит, то приходит, то уходит, и вообще непонятно, что не происходит. В общем, вот такое у нас вот на улице. Ну, кстати, на улице-то тепло, но ветер такой вот прям вообще грандиозный, прям Бог. Вот. Правда, дети вон тоже гуляют с родителями. На улице тепло, кстати. Я даже на улицу не могу выйти, потому что голова прям гудит, прям ужасно. Вот. Вот здесь смотрю, у меня проект на завтра. Завтра планируем одну запись в видео, которое выйдет послезавтра. Вот. И, кстати, большое, огромное спасибо хочу сказать Анне Новиковой, которая мне написала в комментариях. я очень ей благодарна и буду ждать еще новых комментариев. Пишите ваши советы, рекомендации, когда все можно будет уже сажать, убирать, и когда все вот у нас уже начнется сезон такой, который позволит провести порядок в мой бакьярд. Я буду читать и какие-то хорошие рекомендации, советы, естественно, я и буду применять. Вот так вот, ребята. и Дима сегодня у меня на ланч не приехал, потому что там работа-работа. Вот. Я как плюшевый мишка сегодня. Это вообще жесть. Вот. И я как раз заодно смотрю разные цветы, разные оформления этих садов-огородов и всякие помидорки, огурчики. Не знаю, вряд ли я буду сажать, может быть, я посажу какую-то зелень, потому что у нас бегают зайчики, у нас бегают белочки, и все это будет съедено. Или надо это все как-то закрывать, вы тоже, кстати, напишите, может, чем можно их отогнать. Я не знаю, зайчики, наверное, тоже в России есть бегают, но здесь их большое количество. Вот. А белок тоже вообще у нас они носятся, я же вам рассказывала, как виса чуть лапку у нас совсем не сломала, она ее только подвернула, бежавши за белочкой. Вот. И вот такие вот дела. В общем, какой-то сегодня день вообще прям еще прям с утра я еще проснулась, мне прям виски давят, ну зато сегодня такие планы у меня были, ну ничего страшного, я думаю, все это я то, что запланировала, я буду делать завтра. Вот. И все мы успеем, все я сделаю, потому что у меня очень интересный проект на завтра запланированный. Вот. Сегодня у меня только хвастило на стирку, и то так мелкую стирку у одних полотенчиков, потому что прям вообще мигрень. Мне кажется, это давление. Вот так вот. Да, вис и вису сегодня у меня целый день отдыхает, целый день. Она с одного на кровать, обычно она так бегает, прыгает, с одного места на другое. Я пойду за компьютер что-то делать, работать, она туда прибежит тоже. Я сюда приду, она сюда придет. То есть она за мной как хвостик. Вот. Вот такие дела. Что-то у нас глазки. Вроде сладкое не ест, а глазки у нас текут. Виса. Что у тебя такое, расскажи всем. Что-то где-то еще подгрызло что-то сладенькое. Кстати, когда она у нас была в гостях один раз у Маришки, Саши, Еремина, у Еремина была, она там столько всего сладкого сгрызла, стырила. Да? Было дело, Виса? Ты? Ты скушала сладенькое? Да? Кто любит сладенькое? Ты любишь сладенькое? Что, погладить? Тебя погладить надо? Тебя вот так вот погладить надо? Ты хочешь, чтобы тебя погладили? Ну, давай, вот так вот. Ляг, вот, давай, вот так вот. Вот, поглажь. Тебе хорошо? Ну, о, 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 наша кукла. Ребенок, ребят, ребенок. Так что, вот такие, а насчет, кстати, Анна сказала, что он, да, брать вот эти вот старые с прошлого года будут убираться, конечно, все старые засохшие растения. Мы все это уберем. Вот эту розочку я ее подстригу, наверное, под корень. И посмотрим, я не знаю еще, кстати, что здесь вообще, какие цветы растут. И у меня в том старом доме еще две розы. Кстати, и когда лучше пересаживать розы. У меня два кустика роз, и один мы подводили в том году, в начале лета, а другой кустик растет уже очень давно. вот, и мне их тоже, я бы хотела их сюда, и пионы. Ой, ребята, у нас там такие пионы красивые, не знаю, как их пересадить, как их перевести сюда. Я знаю, что они любят солнце, но вот как их хорошенечко перевести, чтобы они комфортно себя чувствовали, я даже не знаю, потому что там такие шикарные пионы. я вам, если вы видео смотрели в прошлое, вы можете посмотреть видео, где там у меня были пионы, там вы вообще обалденные, их тоже надо перевести. Так что вот так вот, планов много, но сегодня вот такой вот день. Я думаю, завтра будет получше, даже если будет завтра не очень хорошая погода, но тело мое адаптируется к такой погоде, и я уже буду себя чувствовать гораздо лучше. Ребят, хочу ответить на вопрос, в комментариях вы мне задали вопрос по поводу понимают ли люди русские здесь, у нас, где мы сейчас в нашей эреи живем, у нас русских очень-очень мало, то есть соседи, что с одной стороны, что с другой стороны, у нас американцы напротив, там тоже миграция, но и прям напротив у нас живут русские ребята, они из Украины, в общем, у них там сборная солянка, из Молдова, в общем, они русские, вот, живут они здесь уже достаточно давно и долго, но они, да, разговаривают на русском, там, у них дети говорят на английском и на русском, вот, то есть мы иногда и на английском, и на русском, у нас вот так вот, сборная солянка получается, здесь мало людей, вот в этом районе русских, где мы раньше жили, в другом доме, там очень много, много, много русских, потому что там когда-то скупили, скупали, очень-очень давно скупали русское комьюнити земли, и там было очень много русских, со времени потом стали появляться там украинцы, ой, украинцы, говорю, американцы, индусы, это в той эре, но русских там и до сих пор на данный момент очень много, потому что вот когда мы раньше там гуляли, когда собака гуляли, там русских просто даже вечером вот выходишь в 9-10 гулять и вокруг там домов, по дорожкам и все гуляют. Где мы раньше с Аленой жили, это ближе к ее школе High School, где она заканчивала, там вообще Баффало-Гроф, это район Баффало-Гроф, вам это ни о чем не говорит, но факт то, что там вообще очень много русских, русских, там даже в школе есть русские классы, преподают именно русский, чтобы дети не забывали русский, даже такое существует, есть такое, это в Middle School, это не в High School, а именно в Middle School, до High School, вот, здесь очень много русских, украинцев, вообще в Америке, эмигрантов очень много, кто-то приехал давно, кто-то приехал, вот совсем недавно выиграли, выиграли грин-карту, то есть, я знаю очень много народу, которые недавно выиграли грин-карту и вот-вот только приехали, то есть, как бы ничего удивительного такого нету, что иногда на улице мы разговариваем на своем родном языке, потому что здесь есть люди, которые из нашей страны из... или разговаривают именно на нашем родном русском языке, даже украинский, если на украинском разговаривать, все равно понимаешь, потому что украинский с русским, оно все равно пересекается, так что ничего удивительного нету. Ну что, ребят, буду я сегодня с вами уже прощаться, пойду я приму еще таблеточку и полежу, посплю, потому что реально сегодня мне нехорошо, я мне еще надо поработать, еще дела поделать, с такой головой, я ничего не соображаю. Спасибо за комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы было уведомление, когда выходит новое видео, и всем пока-пока! субтитры